Евгения Каледа Евгения Каледа Евгения Каледа Евгения Каледа Евгения Каледа В прошлый год мы закрыли 4 миллиона 400 тысяч. В этом году мы планируем закрыть ГОСТ показателями близкими к 5 миллионам. То есть, ну, это получается прирост где-то около 8% в год. Я также знаю, что вы активно развиваете транзитный пассажиропоток. Вы позиционируете себя как аэропорт хабовый между Европой и Азией. Как вы развиваете это направление? Мы начинаем, скажем так, мы на стадии, когда мы начинаем развивать данное направление. Поэтому нам огромную поддержку оказывает наша национальная компания Азербайджанская авиалиния и ее дочерняя компания Лоукост авиалинии Бута, Бута Аirlines. То есть, совместно мы начинаем развивать. Если буквально сказать, что года два назад у нас практически не было этого, то в этом году поток, транзитный поток составил около 4%. То есть, и я думаю, что как бы плоды нашего совместного сотрудничества в этом направлении мы увидим через пару лет. Эта цифра очень сильная, кардинально изменится в лучшую сторону. Какие-то новшества вы вводите в работу аэропорта? Новые IT-решения, новые технологии? В том числе, чтобы увеличить транзитный пассажиропоток и в целом оптимизировать работу самого аэропорта и принести комфорт пассажирам? В этом году, в июле месяце, мы полностью перешли к продуктам компании Амадеус. То есть, в принципе, мы стали первым аэропортом в мире, который полностью перешел на клауд, на облачные технологии во всех наших сферах. Соответственно, как бы, конечно, быть первым для нас было рискованно, очень рискованно, но у нас были большие надежды на это, и наши надежды оправдались. И это позволяет нам на всех уровнях обслуживания пассажиров автоматизировать процесс. Начиная от регистрации, посадки пассажиров, получения информации, обработки информации, то есть автоматизация многих процессов позволяет нам ускорить процесс обслуживания пассажиров, а также обслуживания пассажирским ВС. Сейчас модная тема – это цифровизация. Сейчас вводят электронные посадочные талоны. Присутствует ли это в аэропорту Баку, либо планируете, рассматриваете ли вы эти технологии, чтобы люди проходили со смартфонами спокойно, без бумажных посадочных талонов? Или это должна как-то система в стране поменяться? Если говорить именно о том, чтобы не распечатать посадочный талон и пройти, грубо говоря, изображение посадочного талона на телефоне, то эта система у нас работает более года уже. То есть человек может, не распечатывая свой посадочный талон, на телефоне подойти, он проходит все необходимые процессы только с ним. То есть это для нас как бы не ново, что мы это уже ввели. Конечно, есть планы о том, чтобы дальше это будет посадка, то есть с помощью там, как называется, ездить, посадку, пограничный контроль сделать. То есть это у нас все в планах есть. Я думаю, что в скором времени мы к этому придем. И последний вопрос. Возможно, уже началась зимняя навигация, и может быть какие-то новые направления, маршруты, да, открываются, откроются из аэропорта, и может быть приход новых перевозчиков ждете? За последние полтора года у нас где-то 18 авиакомпаний как бы добавилось, поэтому у нас как бы есть планы. Но большинство планов запланированы как раз на конец зимнего сезона, ближе к началу летнего сезона. Достаточно, скажем, крупные авиаперевозчики и с разных абсолютно направлений. Я человек немножко суеверный, не хочу заранее говорить название авиакомпании, вдруг не получится. Как только получится, мы обязательно вам сообщим. Тимур, я поздравляю вас с наградой. Вы отмечены как молодой руководитель столь активно развивающегося аэропорта, который постоянно внедряет какие-то новые технологии, активно развивается. Как удается достичь такого успеха? Благодарю вас за поздравление. Очень приятно, что вы поздравили. Очень приятно, что получил данную награду. Если честно, для меня было неожиданностью. Как мы получаем? То есть, это, во-первых, заслуга всей нашей команды, всей нашей команды, нашего руководства. Как вы знаете, мы являемся первым аэропортом в СНГ, который получил 5 звезд по версии Skytrax. И, кроме этого, мы являемся обладателем третий год подряд номинации «Лучший аэропорт России и СНГ», также по версии Skytrax. То есть, основным критерием для получения данного рода номинации награды – это уровень оказываемых услуг в аэропорту. И, говоря об уровне оказываемых услуг, это не только авиационные услуги, но и все смежные услуги, которые есть в нашем аэропорту. То есть, начиная от такси и заканчивая даже, скажем, меню ресторана, который есть в аэропорту. Соответственно, чувствуя вот эту ответственность, потому что каждый год ты проходишь, мы и вынуждены, и с удовольствием отслеживаем все виды услуг, которые представляются в аэропорту. И поэтому нас заслуженно награждает.